Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня новостей у нас будет достаточно, но начнем по стандарту со сводки происшествий. Дорожные транспортные происшествия в состоянии опьянения. Пять водителей на законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования ответили отказом, в связи с чем в отношении этих граждан составлены соответствующие административные материалы. Выявлено пять фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения повторно. В ходе рейдов выявлено 26 нарушений, допущенных водителями мототранспортных средств. Десять нарушений совершены пешеходами, одно нарушение совершено водителем автобуса, а также выявлено 15 нарушений правил перевозки детей. 29 июля примерно в 8 утра в Михайловском районе на 594-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 18-летний житель Михайлова, управляя автомобилем Mercedes-Benz, по предварительной информации не справился с рулевым управлением и допустил наезд в настоящий на обочине автомобиль Lada Vesta. В результате происшествия 17-летний пассажир автомобиля Mercedes от полученных травм скончался. Водитель автомобиля получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются. В этот же день, примерно в 7 утра, в Рыбновском районе на 497-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 20-летняя жительница Рязани, управляя автомобилем Kia Spectre, по предварительной информации совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 59-летнего водителя. В результате происшествия водитель ВАЗ-2107 от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель Kia с травмами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются. Изменения цен на бензин, штрафы для самокатчиков и импорт японских автомобилей. Это одни из главных изменений, которые ждут водителей уже в августе. Далее расскажем об этом подробнее. Главная новость – это изменение цен на бензин. Эксперты прогнозируют рост в августе. Так, Кабинет министров собирается сузить круг экспортеров нефтепродуктов и обязать компании увеличить поставки на биржу в России. Эксперты говорят, что решение это приняли для того, чтобы обстановка на топливном рынке изменилась в лучшую сторону. Разбег цен это приостановит. Тем не менее, в августе топливо подорожать все же может. И приставка, что произойдет это рыночными темпами, водителей вряд ли успокоит. Обещают, что цена поднимется на примерно полпроцента. Эксперты успокаивают, что, мол, рост этот явление сезонное. Летом потребление больше и цена, соответственно, выше. После падения спроса и падения цен. Ожидается, что биржевые цены стабилизируются, а розничные будут подтягиваться к оптовым. Но пока это все прогнозы. С августа могут запретить иномарки в каршеринге. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета 4 апреля 2023 года. Цитата. «Рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью». Конец цитаты. Это говорится в одном из пунктов документа. И пусть проект уже готов, ФАС и Минэкономразвитие считают такие меры преждевременными. По информации ведомств, введение ограничений ударит по отрасли пассажирских перевозок. Сюда же дефицит комплектующих у отечественных производителей. В свою очередь, представители перевозчиков считают, что стимулировать переход на отечественный транспорт нужно не ограничениями иномарок, а созданием привлекательных условий и цен со стороны российских заводов-изготовителей. И вновь про машины. С 9 августа Япония запретит поставки в Россию ряда транспортных средств и комплектующих. Под запрет попадают автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра, автомобили дороже 50 тысяч долларов, гибридные автомобили и электромобили, грузовые шины. Причина – 11 пакет санкций. По оценке специалистов Автостата, под санкции попадет примерно половина поставляемых в Россию японских автомобилей. Индексация утильсбора в августе коснется всех категорий транспорта. Об этом рассказал глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров. По его словам, в первые полгода в страну было ввезено больше 450 тысяч автомобилей. А это втрое больше, чем годом ранее. Притом, половина авто поддержаны. Увеличение тарифа, дескать, должно способствовать уравнению правил между официальными продавцами и физическими лицами, осуществляющими коммерческую деятельность. Для физлиц льготный утильсбор сохранится, если человек вез не больше одного авто в год, а машина эта хотя бы за год не уйдет на перепродажу. Плюс объем двигателя не должен быть больше 3 литров. Тогда сбор 3,4 тысячи на новое авто и 5,200 за БУ. Согласно новому закону, теперь нельзя работать в такси, если есть неснятая или непогашенная судимость. Сюда же, если человек подвергается уголовному преследованию сразу по нескольким видам преступления. Это и убийство, и грабеж, список в общем приличный. Для водителей общественного транспорта, автобуса, трамвая, троллейбуса меньше преступления против общественной безопасности, против конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества. То есть, теперь при трудоустройстве в такси нужно предъявить справки об отсутствии судимости или уголовного преследования, либо справку о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. В России собираются ввести десятки штрафов для велосипедистов и электросамокатчиков. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, заявил о готовящемся для рассмотрений осенью законопроекте, который ведет десятки штрафов для водителей средств индивидуальной мобильности. Речь здесь идет о самокатчиках и велосипедистах, которые игнорируют мартовские изменения в ПДД. Так вводятся штрафы за пьяное вождение СИМ, отказ от метод свидетельствования, оставление места ДТП, вождение транспортного средства вдвоем. Также вводится обширная система наказаний за превышение скорости. Штрафы хотят ввести за превышение на 5, 10, 15 и 20 км в час. Минимальная сумма штрафа 500 рублей, максимальная 4000. Вводятся штрафы за неправильную езду. Под ней подразумевается создание помех для участников дорожного движения. Как водителей, так и пешеходов. По задумке сенатора, следить за велосипедистами и электросамокатчиками должна будет полиция или камеры, фиксирующие нарушения. Если законопроект примут, то штрафовать начнут с 1 марта 2024 года. Новостей про самокаты будет достаточно. Оттого сотрудники госавтоинспекции и напоминают основные правила дорожного движения. Как, например, акция, которая прошла в лагере «Ласково». Для Маргариты Катуминой эта лекция про безопасность дорожного движения – тема личная. Как минимум, потому что она сама водитель электросамоката. А как максимум, ее близкий родственник попал в ДТП. Я сам отец попадал в происшествия дорожные. По происшествию ломал ногу. Это все очень, на самом деле, серьезно. Поэтому я поддерживаю мероприятие. Мне самое интересное узнать о нововведениях на дорогах, так как я сама являюсь водителем дорожного средства. Лекция о безопасности дорожного движения на так называемых СИМ – средствах индивидуальной мобильности – тема для сотрудников ГИБДД в летний период актуальная. Особенно касается это самокатчиков. А вы знаете, что некоторые электросамокаты относятся к мопедам? Да, если у них мощность двигателя больше 0,25 кВт в час. Так, например, ребятам напомнили, что до 14 лет на электросамокатах можно ездить только по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон. Это же касается и водителей старшего возраста, но у них есть поблажки. Самокатчикам постарше можно выезжать на обочину только в том случае, если велодорожек нет. В первую очередь, подобное мероприятие направлено на снижение аварийности на дорогах и повышение дорожной грамотности среди молодежи. Также особое внимание было уделено использованию средств индивидуальной мобильности и взаимодействию водителей СИМ с другими участниками дорожного движения. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», являющегося частью национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подобное мероприятие стало уже традиционным. Беседуют инспекторы с водителями и в пунктах проката СИМ, и на дорогах. Сегодня вот лекция прошла в спортивно-оздоровительном лагере Аласково. Подобные вещи – это целевая наша аудитория, на них реагирует, целевая наша работа проводить подобное. Поэтому я думаю, что и студенты без интереса приходят, всегда занимаются этим. Потому что в конце концов, они для этого, считай, приехали, чтобы посвящаться, саморализовываться и так далее. Статистика за полгода – 15 ДТП с участием самокатов, при этом 16 пострадавших. Часть из них с разного рода травмами была доставлена в больницу. Оттого и просят сотрудники ГИБДД еще раз повторить правила дорожного движения, чтобы статистика пошла на убыль. Кататься на самокатах любят многие. А вот как кататься правильно, знают не все. Оттого сотрудники госавтоинспекции совместно с одним из сервисов гекшеринга решили рассказать водителям этого вида транспорта основные правила. Теория – первый обязательный этап перед тем, как встать на деку. Слушатели такой лекции – активные пользователи городских электросамокатов, то есть школьники и студенты, которым дорожная грамотность, можно сказать, жизненно необходима. Самокат сегодня – это однозначно городской транспорт. Более 80% всех поездок на самокатах нашего сервиса совершается по транспортному сценарию. То есть рязанцы берут самокат для того, чтобы доехать куда-то по делам, решить какие-то свои ежедневные бытовые вопросы. И, соответственно, так же, как и другой городской транспорт, так же, как автобусы, скажем, самокаты не должны никого пугать. Все должны понимать, чего ожидать от самокатов. С начала года в области уже зарегистрировано 15 ДТП с участием самокатчиков. Как итог – 16 пострадавших. Зная, что самокат – это транспорт летний, большее количество этих аварий, разумеется, пришлось на теплые деньки. В первую очередь, движение на электросамокатах и на, в принципе, на всех средствах индивидуальной мобильности должно использоваться одно средство – один человек. То есть передвигаться вдвоем нельзя на электросамокатах. Выезжать на проезжую часть разрешено только при отсутствии тротуаров, велодорожек, велопешеходных дорожек, пешеходных зон. И там, где разрешено движение со скоростью не более 80 км в час. И при этом электросамокат должен оборудован быть фарой спереди, фонарем красного света сзади, по бокам светоотражателями, оранжевого либо красного света, а также иметь звуковой сигнал. По внутреннему распорядку сервиса кикшеринга электросамокатом можно пользоваться с 18 лет. Но здесь, в лесопарке, на огороженной площадке, да и под присмотром инспектора прокатиться ребятам все же разрешили. Нам тоже. На тренировочном заезде предлагают выполнить всего несколько упражнений. Это правильно стартануть, выполнить элемент змейка и после правильно припарковать свой самокат. Акция «Школа вождения» бесплатная. В Рязани ее проводят впервые. И если будет отклик у пользователей электросамокатов, то подобный ликбез станет чаще. Полсотни штрафов получили водители, которые решили проехаться по выделенным полосам. Об этом заявили на заседании правительства. Причем статистика это за середину июля. Соответственно, сейчас штрафов еще больше. На данный момент штрафов за проезд по выделенным полосам куда больше 50. Их фиксируют в так называемом ручном режиме. То есть, когда экипажи ГИБДД непосредственно дежурят на Московском и Первомайском проспекте. Напомним, выделенные полосы для общественного транспорта на этих участках дороги появились в июне 2023 года. Во время капитального ремонта теплосетей на Первомайском проспекте. Впрочем, власти решили оставить их и после завершения. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления благоустройства Дмитрий Наумов в социальных сетях. По его словам, выделенные полосы позволили сократить время движения. Вчера же состоялась комиссионная приемка дорог по Первомайскому проспекту и проезду Завражного после ремонта по нацпроекту безопасные и качественные дороги. В состав комиссии вошли представители управления благоустройства города и подрядные организации – депутаты и общественники. Ремонт этих улиц был синхронизирован с работами по реконструкции теплотрассы. На проезде Завражного заменили покрытие проезжей части на участке от Первомайского проспекта до Высоковольтной улицы. Заасфальтировались съезды в местах примыкания второстепенных дорог и проездов. Поставили новые крышки люков. На Первомайском проспекте заменено покрытие проезжей части на протяжении 870 метров от улицы Вокзальной. На этом участке также заасфальтировались съезды в местах примыкания второстепенных и дворовых дорог. Положили новые люки смотровых колодцев, нанесли разметку. Кроме того, на пешеходном переходе в районе перекрестка с улицы Вокзальной сделан новый пандус. Работы проведены в соответствии с проектом. Срок гарантии – 5 лет. При работе комиссии замечаний не выявлено, сообщается на сайте администрации города. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.